ТЭЦ-2 является одним из генерирующих предприятий стального департамента АОО «Арсилор Митл Тимиртау». От успешной работы каждого специалиста во многом зависит обеспечение цехов металлургического комбината электрической и тепловой энергии, химически очищенной и обессоленной водой. Кроме того, ТЭЦ-2 обеспечивает теплом и светом город Тимиртау. В преддверии Дня энергетика мы пообщались с представительницами прекрасной половины, которые посвятили себя энергетике. ТЭЦ-2 начальник группы по контролю за металлом ТЭЦ-2 АОО «Арсилор Митл Тимиртау» Ольга Луконина пришла работать на металлургический комбинат в 1995 году. Сначала трудилась инженером по тепловым перемещениям, а затем и дефектоскопистом. По словам Ольги, накопленные за годы работы знания и опыт очень помогают ей в профессиональной деятельности сегодня. И вот по шкале определяем твердость по Бринель и по Роквеллу. Для обычного человека кусок трубы просто железо, а для начальника группы по контролю за металлом ТЭЦ-2 АОО «Арсилор Митл Тимиртау» предмет профессионального интереса. Перед специалистами стоит важная задача – исследование элементов энергооборудования, определение его химсостава, определение марки стали и ее соответствие заданным параметрам. Также работники группы выясняют причины повреждения металла. Эта задача не из легких, требует внимательности и ответственности к делу. Я считаю, что это очень важно, потому что от результата нашего контроля зависит от того, как дальше будет работать оборудование. Если мы не проведем контроль и что-то не обнаружим, это же плохо. Поэтому, в общем-то, это не мы придумали, но я считаю, что это правильно придумано было в свое время. Вот такой контроль проводить на оборудовании. Оно не работающее, но оно остановлено. Мы останавливаем оборудование во время капитального ремонта и контролируем его, или во время подготовительных работ к ремонтам. Как отмечает Ольга, за годы работы на металлургическом комбинате АО «Арселор Металтимиртау» обновлялось и модернизировалось оборудование. Например, спектрометр. При помощи этого прибора можно определить марку стали, а также ультразвуковой прибор, который позволяет проводить контроль на определение трещин, расслоений, твердостей и толщины металла. На каждый диаметр, на каждую толщину свои настройки. И настройки можно сохранять. То есть не 10 раз настраиваться, а ты сохранил. И так, что если кто-то из молодых людей хочет к нам работать, пожалуйста, пусть приходят молодым людям. Это может быть интересно. Потому что оборудование сейчас интересное, правда. Кто работал на старом оборудовании и сейчас на новом, понимает разницу, знает, это большая разница. Оно, во-первых, уже компактное, не такое тяжелое. Раньше все тяжелое было. Во-вторых, все сохраняется. Все можно проверить, даже друг у друга можно проверить. Или в спорных моментах, или когда нужно самому себя проверить. О своей профессии Ольга Луконина говорит с особым чувством, как и о тех, кто трудится с ней бок о бок. С благодарностью Ольга вспоминает и о своих наставниках. Считает, что они на собственном примере научили ее быть преданной своему делу и профессии. Когда я устроилась на станцию, был замначальника котельного цеха. Вот у него я тоже очень много чему научилась. Иванов Сергей Иванович. Очень много. Человек, который, наверное, о станции знал практически все. И я удивлялась его памяти. Памяти и того, что он столько вообще знает. Евгения Викторовна Викторова. Очень грамотная женщина. Очень дисциплинированная. И работая с ней, можно было, в общем-то, много чему научиться. Так что мне повезло, да. Мне повезло с наставниками. Очень сильно повезло. Если бы не такие наставники, то было бы намного тяжелее. Ольга преуспела не только в профессиональной деятельности, но и в семейном счастье. Муж Ольги, Андрей, тоже связал свою жизнь с металлургией. Работает старшим мастером кислородного производства АОО «Рсилор Митл Тимиртау». А еще героиня сюжета – мама прекрасной дочери Алины. Все свободное время Ольга старается посвящать своей семье. Невозможно представить работу ТЭЦ-2 АОО «Рсилор Митл Тимиртау» без хим-водоочистки. Основным теплоносителем теплоэлектроцентрали является вода. Нагрев плохо очищенной воды приводит к образованию коррозии и отложению солей на внутренней поверхности котлов, теплообменников и труб. Чтобы препятствовать данным явлениям, воду нужно качественно очищать. Немаловажную роль в этом процессе выполняет начальник производственного участка по эксплуатации Елена Ступень. Моя задача – следить за водно-химическим режимом. В мои обязанности еще входит подготовка инструкций по безопасности охраны труда, производственно-технические инструкции, должностные инструкции, аппаратчиков, слесарей. Елена Ступень – начальник которой знает производственную кухню изнутри. Трудовой путь начинала аппаратчиком на предварительной очистке воды. Затем работала аппаратчиком в фильтровом зале, старшим аппаратчиком – начальником смены. Сейчас у нее в подчинении 50 человек. Коллектив в основном женский, и каждый специалист максимально ответственно относится к своим обязанностям. У меня 5 цехов. То есть это склад реагентов, там где мы принимаем реагенты и подготавливаем их для дальнейшей обработки воды. Предварительная очистка воды, там где мы предварительно очищаем ее. Фильтровый зал, где мы готовим обессоленную воду. И диораторное отделение, там где мы готовим подпиточную воду. На ТЭЦ-2 Елена устроилась в 1992 году. Знакомилась с профессией под чутким контролем наставницы – аппаратчика предварительной очистки Лилии Александровны Иконниковой. Первая смена у меня была в ночь. Да, я когда пришла, я, соответственно, дома поспала, пришла на работу. Мне начали рассказывать, какие у меня будут обязанности в дальнейшем. Очень хотелось спать, правда, хотелось спать. Но выдержала, домой пришла, рыдала, больше не пойду. Ну, мама мне тогда сказала, раз решила, значит, ты пойдешь работать. Не жалеетесь, что пошли? Абсолютно нет. Коллеги отзываются о Елене Ступенько как о грамотном специалисте. Аппаратчик фильтрового зала Татьяна Шрамкова трудится под руководством Елены четвертый год. Человек, который знает свое дело, вот в прямом смысле этого слова. Она болеет всей душой за производство. К ней можно подойти с любым вопросом, проконсультироваться за помощью. То бишь, она никогда не откажет, она всегда поможет. Можно даже домой позвонить, и она спокойно может обсудить ситуацию, рабочую ситуацию. То бишь, она всегда, вот знаете, как сказать, держит руку на пульсе и всегда готова помочь человеку. И очень переживает за своих рабочих, именно за рабочий персонал. Очень так относится корректно, скажем так. Всегда старается войти в положение человека. Ну, не знаю, я как человеком, не то что довольна ей. Она мне очень нравится как начальник и как человек вообще. По работе Елена Ступень взаимодействует и с подрядчиками, работающими на химводоочистке. Представитель организации «Эколаб» с удовольствием поделился своими впечатлениями хоть и недавнего знакомства с Еленой. Делаем проект по управлению водными ресурсами на предприятии, по заказу. И сейчас вот контактируем с Еленой. Очень приятное впечатление, объясняет все доходчиво. Мы как раз вникаем в процессы и нам нужно, чтобы объясняли доходчиво, подробно. Мы очень довольны как специалистам. Сама же Елена признается, несмотря на загруженность в работе, всегда старается находить позитивные моменты и уходить домой удовлетворенной. Вне работы Елена – хоккейный болельщик. Люблю до безумия хоккей. Входим на матч, ездим и в Астану, ездим в Караганду. У меня сын занимается хоккеем. Любительская команда занимается, наверное, лет 6-7. В свое детство, допустим, я постоянно в телевизор смотрела этот хоккей, потому что отец у меня тоже увлекался этим. Всех энергетиков Елена Ступень и Ольга Луконина поздравляют с профессиональным праздником. Желают неиссякаемой энергии и успешных трудовых будней. Кристина Кириченко, Анастасия Ходорева, Евгений Ходорев. Новости Тимиртау.